Ола, меня зовут Назар, я приветствую вас на YouTube-канале компании Allegria. Какой бы многогранной ни была Испания со всеми различными регионами, традициями, обычаями и языками, одно остается неизменным. Любовь к музыке. И сегодня мы познакомимся с человеком, который не только выступал в Мадриде, в Сряго-де-Компостелло или на Канарских островах, но и основал свою собственную музыкальную школу по бережу Коста-Бланка. Привет, Юля. Юлия Бонни. Пишем? Ой, секунду. Осторожно. Сейчас у них любительская рубрика. Есть еще какая-то там штука, которая тебя всегда направляет и ведет. Мы ее не пьем. Ну что тебе понравилось? Очень много родителей, конечно, решает. Если родители тоже на одной волне, то и результат все стало классным. Невозможно работать с вами. Невозможно с вами. Невозможно. Хочется постоянно с вами вступать в диалог. Ну то есть, знаешь, вот это вот все сарафанное радио. Ты снимаешь? Блин. Ужас. Пам. 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 И сегодня мы в гостях в музыкальной академии Music Harmony у Юлии Бонни. Привет, Юля. Привет. Расскажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься уже времени своим проектом, своей музыкальной академией и для кого предназначена эта академия? Я всегда очень боюсь считать года, потому что я их тут не замечаю, когда в процессе работы каждый раз, когда начинаешь считать, понимаешь, насколько жизнь быстро летит. Получается уже 7 лет. Вот ты мне когда написал, спросил, как, что? И я начинаю, так, ну надо же посчитать. На самом деле мы ни одного дня рождения не отпраздновали. У нас на это не хватает времени. Нет времени. Концерты какие-то, постоянные выступления, конкурсы. Я каждый раз, возвращаясь на обратную точку отсчета, я понимаю, что это уже 7 год. Скажи, пожалуйста, какого возраста дети у тебя в академии? От 3 лет. Это самое главное наше достижение, что мы замахнулись. На самом деле это оказалось, оказалось вообще самый благодарный ученик. То есть тебе нравится? Я не преподаю группы детские, но на концерте я от них больше всего ловлю кайфа, потому что когда выходит трехлетнее чудо и выступает, вот они, вот они милые милые. Вот когда вот такие выходят малыши, и они что-то играют, у них уже там какое-то представление о сцене начинается. Это же все так непосредственно. И вот, ну, на самом деле, видишь, насколько музыка, она вот в любом возрасте может быть понятной. Универсальный язык для всех возрастов. У тебя две возрастные категории, у тебя малыши и... И постаж. Малыши у тебя играют на музыкальных инструментах? Так. Малыши играют на музыкальных инструментах. Это ксилофон, также мы учим, я даю буквально такие там первые азы по сольфейджио, это нотная игра. Инструменты у нас и флейты тоже, то есть на уроках используем, барабаны и также фортепиа. То есть они могут выбрать, что им нравится? Да, музыкальная группа Hardin. Это как раз для того, чтобы вот маленькие дети, когда они приходят заниматься в нашу школу, вот, и уже в группе ребенок открывает, как бы, свой потенциал, и уже потом, уже со временем он определяется, что он выберет. Или это будет фортепиано индивидуальный урок, или это будет вокал. Возрастная категория 5 лет, это очень увлекательная игра. Почему? Потому что я объясняю на уроках, что они сейчас будут играть с оркестром, что такое оркестр. То есть это будет игра с аккомпанементом, вот, и это различные, ну, это разные, разные пьесы, вот, буквально там начинающие, начиная там с 3-х, 3-х нотки, 5-х, в общем, самые-самые простые. То есть получается, что я могу попробовать сыграть что-то простое, и ты мне это покажешь, и у меня может получиться. Да, конечно. Это маленькие произведения, вот, которые ученики играют на уроках с аккомпанементом. А потом пойдем в кино. Вот такая песенка. То есть, это просто в ритм нужно нажимать. Мы играем во дворе. Это когда так, да? Да. А потом пойдем в кино. У меня получилось, все мы идем в кино. Самый старший ученик 65. И, честно, я на тот момент не думала, что можно на флейтель, на фортепиано, начать учиться вот в очень преклонном возрасте. Можно это делать для удовольствия. Для души, да, да. И у меня ученица есть одна, которая доказала мне, что, да, даже с трясущимися руками, но при большом желании за 3 года можно поставить дыхание, можно поставить технику, можно начать играть. Мы сделаем небольшое пояснение. Дело в том, что Юлия работала очень много в испанских образовательных учреждениях, то есть в испанских музыкальных школах, правильно? Ну, на самом деле, да, это первые ученики испанцы. И в истории, которые есть на канале Алегрия, о моей интеграции, миграции в Испании, там рассказано про то, как я начала работать с испанцами и знаю испанского языка. И работала. И работала. Я преподаю фортепиано, и у меня учатся дети от 5, и дети от 5, и взрослые, наверное, уже до 80 лет. То есть приходят люди всех возрастов. Хорошо. А какая мотивация у людей, так сказать, старшей возрастной группы? Что движет ими? Почему они приходят в музыкальную школу? Сначала они приходят для того, чтобы научиться играть какие-то произведения. Потом, когда мы начинаем работать уже более глубоко, работать с рефлексами, работать с сознанием, они уже вливаются в процесс и начинается, в принципе, вообще процесс омоложения, я так считаю. Например, у меня сейчас занимается женщина, ей уже достаточно уже за 70 уже лет, она пришла и с тремором, и с чуть ли не Альцгеймер, ну, в общем, вот так как бы многое что. И мы с ней потихоньку-потихоньку начинали заниматься, то есть, ну, определенными техниками, скажем, более медленное проигрывание, более осознанное проигрывание. И она сделала огромный прогресс сейчас. То есть, у нее и тремор уменьшился, и память улучшилась, и все. То есть, было улучшение состояния. Улучшение состояния, однозначно, да. То есть, можно сказать, что вы используете такой осознанный метод обучения, который отличается от машинального повторения, к которому, в общем-то, мы все привыкли. И я знаю, что вы выращиваете чуть ли не джедаев, то есть, каких-то очень осознанных музыкантов, которые обучаются музыке одновременно с осознанием. Ну да, фактически, я ребятам тоже говорю, что вы здесь не просто для того, чтобы научиться играть на фортепиано. Вы учитесь думать, как можно научиться. То есть, можно все равно много раз повторять, повторять, и когда-нибудь получится, когда-нибудь начнешь вспоминать. Я предлагаю им другие варианты. То есть, когда мы чему-либо учимся, неважно музыка, танцы, езда на велосипеде, на скейтборде, все что угодно, мы в первую очередь развиваем свой мозг. Мы развиваем собственные рефлексы. И у детей формируется привычка думать перед тем, как сделать. Я считаю, что это как раз для современных детей, сейчас же поколение детей Индиго, фактически все дети, которые у меня, это уже новые дети, они требуют, на самом деле, нового подхода. Юля, скажи, пожалуйста, правда ли, что твои ученики без проблем поступают в консерваторию? Да. То есть, это 100% танк, потому что они имеют больше, я знаю, как я сказала, баллов даже, да? Нет, если они ходят ко мне и знают, что у них будет больше баллов, если они хорошо учатся, то они, естественно, получают хорошие баллы. С одной девочкой мы сделали 4-летнюю программу за 3 месяца, и она успешно сдает экзамен в Эликанте. И с другой девочкой год, конечно, там ей было чуть тяжелее. Ну, короче, она сдала экзамен, она молодец. Дети, не знающие испанского языка, ты подготавливаешь их, чтобы они сдавали вступительные экзамены в Испанию? Ага. То есть, это возможно? Оказывается, да. Они, когда меня попросили, я сказала, я сделаю все возможное, естественно. А сейчас мое достижение последнее в этом месяце, хвостость-хвостость, я начала работать педагогом по сольфеджио, и ритмическое сольфеджио в консерватории де Дансе, в консерватории де Дансе. Короче, сдали все экзамены, все эксцеленты. И мне написали в Фейсбуке, типа, если бы, типа, дети пришли, сказали, если бы нам всегда так преподавали сольфеджио, мы бы, говорит, вообще там просто без стресса приехали. То есть, у меня пока стопроцентное поступление в консул. Я всегда говорю, что нельзя гневить Бога, всегда может быть… То есть, у тебя очень большая компетентность в этой области. Ну, получается, на самом деле, всегда может быть какой-то момент, когда… Стопроцентную успешность среди твоих учебников. Пока да. Но я всегда говорю, что каждый год может быть какой-то ребенок, который не поступит, или у меня что-то не получится. Ну, такого еще не было. Еще нет. Друзья, вы можете попробовать, чтобы ваш ребенок был первым, кто не сдаст, и я думаю, что все равно сдаст. Класс вообще! Вот такой будет, как это называется, челлендж. 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 Приводим мы к Юле детей. Да. И пытаемся, чтобы ребенок не поступил. Я думаю, что поступят всем. Я работаю в этой школе с 2018 года. Я тоже выучилась в России и получила там высшее образование. И зная принципы музыкального образования в России и уже, будучи наслышанной о методике преподавания Испании, я поняла, что идеи, которые Юля несет здесь, они мне тоже близки. То есть соединить образование, ну, подход к образованию, к общению с детьми, именно испанский, европейский, но дать им немножко больше, чем им дают здесь, в музыкальных школах. Слышим, да? Все. Юля, я знаю, что у тебя есть опыт преподавания не только в Испании, но и опыт преподавания в России, откуда ты приехала очень много лет назад. Скажи, пожалуйста, правда ли, что ты разработала свою собственную гибридную систему образования, то есть взяв за основу испанскую, да, и дополнив ее какими-то элементами, которые тебя не устраивают в испанской системе образования? Это правда. Я просто хочу сказать, что так делают абсолютно все русскоязычные педагоги. То есть не то, что у меня она своя, у какого-то другого педагога будут другие дополнения. То есть это нормально, когда мы выходцы, там, из Советского Союза, из стран русскоговорящих, у нас есть своя система образования, нам всегда можно, у нас немножко кругозор шире, потому что мы можем сравнить, что работает в испанской методике, что работает в русской методике, и это классно, актуально, интересно дополнять, потому что вот именно в своей музыкальной школе я уже смогла делать то, что вот я действительно считала нужным. Сейчас надо отдать должное, когда уже испанцы увидели определенный результат, сейчас поступив снова на работу вот в эту консерваторию танцевальную, мне сказали, делай что хочешь, какие хочешь книги, какие хочешь упражнения. Я могу, допустим, придумать ребятам, так как у меня ученицы-балерины сейчас, я могу им придумать упражнения для двух ног, для двух рук на четыре ветки, потому что в России у нас было четырехголосное сольфеджо, трехголосное. А если этого не практикуют? Нет, нет. То есть испанское системообразование все-таки ты считаешь местами? Она узкоспециализированная, она неплохая, то есть если мы возьмем за основу, к примеру, взять флетиста, особенно духовая школа здесь хорошая, мне нравятся те флетисты, которые выходят, но это будет только флетист. То есть вот, допустим, на моем курсе у меня было два года дирижирования, мой госэкзамен состоял из того, чтобы я написала партитуру для оркестра и дирижировала, и я умею это делать. Также фортепиано, я здесь работала много лет аккомпаниатором, у меня, конечно, немножко выше было образование, чем обычная музыкальная школа, но тем не менее, если сравнивать с Испанией, здесь есть много таких пробелов, которые, вот мы, допустим, можем их и другие преподаватели, частные, нечастные, русскоязычные, они могут их дополнить. И, собственно, наверное, пока есть государственное испанское образование, есть место быть таким школам, как мы в том числе, потому что мы отлично, мы вообще не конкуренты, мы настолько идеально друг друга дополняем, что у них есть лимитированное количество часов, а мы все-таки можем здесь как-то дополнить это количество часов. У меня дочка учится по классу саксофона, и здесь она ходит тоже на саксофон, на фортепиано, и сейчас мы находимся в моем любимом кабинете. Здесь у меня дочь играет в рок-группе на гитаре, на укулеле, на клавишах. Поэтому я когда открывала школу, я не хотела только классическое образование. Я классик, то есть это я беру на себя. Но когда мы начали со Славы, это наш педагог по ударным и гитаре, когда мы начали обсуждать, у меня появились ученики, которым было скучно достаточно, мальчики в основном, скучно играть гаммы или тюды или баха. И, к сожалению, на одних каких-нибудь там беливерах мы далеко не уедем. И тут я подумала, Слава, давай я вот этого мальчика на барабаны приведу. И сколько я пианистов отправила, горе пианистов, ютуберов на ударные, которые раскрылись просто дети. А потом я смотрю, допустим, но он не хочет сольно, ему страшно выступать. А давай сделаем рок-группы. И они в рок-группе раскрываются просто, они начинают двигаться на сцене. Я свою дочь также говорю, иди играй, потому что я была такая затюканная флитистом. Я раскрепощалась на улице, ты знаешь, что я играла на улице. Вот это только мне позволило иметь контакт с публикой. Я сейчас смотрю на своего ребенка, она там вот это вот на гитаре. Они кайфуют, они отрываются. При этом у нее также есть классическое образование. Это настолько круто, потому что у тебя спектр твой расширяется. Всем педагогам, всем родителям сказал. У нас еще проводятся рок-концерты детские в баре Эль Пасо. Мы закрываем весь бар для нас. Там бильярд, свет, дым, атмосфера. И я всем говорю, придите тоже. Вот пианисты, вокалисты, все приходите, посмотрите. Потому что это другое немножко. Это раскрепощение. Свобода можно сказать. Да, и я вижу какой-то кайф для детей. Коварный русский язык. Играть на фортепиано, играть на флейте. У ребенка играть – это самое любимое слово. А он приходит, и ему нужно работать. Да, это труд. Тут очень тонкая грань. Ну, как, допустим, частная музыкальная школа. Я не могу заставить ребенка. Ты должен. Я тебя выгоню. Я поставлю тебе плохую церковь. То есть я считаю, что преподавание частное, оно требует гораздо больше усилий, вдохновения. Почему? Я пытаюсь тоже на волне быть. Мы играем что-то, что тоже нравится мне, нравится ему. Более того, потом они, когда играют в группах, они, так, мне, наверное, надо технику подтянуть. Пойду-ка я еще на индивидуальные занятия. То есть уже игра не увлекаются? Да, потому что он видит уже, он сам этого хочет. Сцена – это экзамен, сцена – это зачет, это оценка, это или похвала, или наказание. А у них сцена – это кайф. И вот только поэтому, наверное, она получилась, эта школа, что у меня тоже этого не было, как и у тебя этого не было. И вот такие родители, как ты, которые пострадали от музыки в свое время, приходят к нам в школу и говорят, но если ему не понравится, я сразу заберу. Даже, я даже, вы знаете, я свой ребенок, мне хватило в моей музыкальной школе. И таких много. Я, как только он скажет, мама, домой, я сразу уведу домой. Проверили ритм, немножко посмотрели, кто как играет, есть какие-то способности, или, допустим, какие-то таланты в ритмической какой-то там сфере. Ну, на самом деле, это просто познакомиться. И они, когда нас видят, их отпускают. Потому что самое страшное для этого родителя, этого ребенка, который страдал в музыкальной школе в детстве, снова прийти в музыкальную школу и бояться больше родителей. Занимаюсь музыкой я уже 35 лет. Как ни странно. Но преподаю не так давно, сколько сейчас я посчитаю, где-то лет, наверное, 6-7 лет преподаю. Сам студийный еще звукоинженер. То есть я записывал людей. Звукозаписи. Да, звукозаписи, то есть вокал, гитары, группы тоже. То есть работал на радиостанции 7 лет. То есть опыт интересный. Здесь в Испании? Нет, в Украине. В Украине. Я преподаю гитара. Гитара у нас акустическая, классическая, электрогитара, бас-гитара. Дальше у нас младшая сестра гитары, укулеле. И плюс барабаны. Барабаны тоже твои стильляры. Да, и в общем у меня 4 группы еще есть в школе. То есть рок-группы. Рок-группы? Да, да. Ребята занимаются роком? Да. Играют рок? Поступают на сцене? Конечно, конечно. Каждый год по несколько раз мы делаем концерты такие. У нас есть и свет, и дым. Три пушки уже есть. Даже появилась у нас такая интересная вещь, как гейзер. Вулкан. Вулкан, правильно. Стандартная музыкальная школа. Она, у нее есть вот программа. Шаг влево, шаг вправо не приветствуется. Само собой, я даем программу, чтобы он подучился хорошо. Но он говорит, я хочу вот эту песенку сыграть. Угу. Он идиотская свобода у него есть. Конечно, конечно. Что это дает? Это дает то, что ученику интересно заниматься. То есть он выбирает то, что ему нравится. Но это не всегда я даю то, что ему нравится. Я даю 50% то, что нужно по программе, на мой взгляд. И 50% я даю песни те, что нравится ученику. Моему сыну 7 лет. Он не имеет никаких музыкальных образований. Абсолютно. Никаких инструментов у нас дома нет, кроме треугольника. Он попросил мне треугольник. У вас есть уже ударный. Это уже важно. То есть это уже ударный инструмент. Это ударный инструмент. Могу ли я привести его для того, чтобы, грубо говоря, подобрать, попробовать подобрать какой-то инструмент? Конечно. На самом деле не кокетничай. Вы те еще артисты. Потому что я даже видела видео Назара. И вы артисты. Спасибо. Это как бы уже говорит о многом. Потому что не каждый на камере может держаться. Не каждый умеет юмор передать тоже через камеру. Дальше. По поводу, что хорошо в этой школе. У меня также ребенок себя искала. Она пришла на ударный. Она пришла на какой-то устрой. То есть мы здесь не запрещаем уходить от одного педагога и попробовать с другим. У меня есть дети, которые, допустим, на лето приходят ко мне, чтобы немножко подтянуть сольфеджио, читку с листа и что-то такое. А потом уходят к своему любимому преподавателю снова на весь год. У нас нету здесь такой конкуренции. Нам главное, чтобы вот этому ребенку он нашел своего преподавателя свой инструмент. Сколько я тебе вот говорю пианистов, которые приходили, я хочу играть на фортепиано. Но он не хочет играть на фортепиано. У него прет, он на месте сидеть не может. У него вот это спину держи, ноги держи, пальцы держи. Он садится за ударное и все, это отрыв просто всего. Мы не запрещаем ребенку искать себя. И она поймет, какой инструмент ей реально больше нравится. Пробовать. Идти попробовать на один пробный урок, а не бесплатно. И пришел, побренчал на ударных. Пришел, поиграл на гитаре. Тут, знаешь, как обычно тебе понравился педагог какой-то, вот ребенку, и он к нему хочет вернуться. У нас очень часто родители прямо на пробном уроке встают такие, ну что тебе понравилось, понимаешь? И он стоит и на меня, и на маму. Я говорю, никогда не задавайте этот вопрос ребенку. Провели время, классно, с музыкой, уйдите домой. Он сам подойдет и скажет, а когда мы повернемся? И вот когда он скажет тебе, я хочу вернуться, вот тогда напиши мне, и мы поговорим, какое пробное, какое время выброшло. Конечно. Исходить от ребенка. Нельзя задавать вопрос. Очень часто дети, они же, у них чувство вины, оно достаточно острое. Дети не хотят обижать. Конечно. Они взрослые, они не защищаются. Они очень часто предпочитают промолчать или сказать, да, мне все понравилось. А потом он ходит в горе, фортепиано. Он не хочет маму расстраивать. Да, маму не расстроить. Мама считает, что ребенку нравится. То есть, очень много мы, педагоги же это еще психологи семейные. Очень много проблем мы семейных решили в свое время от того, что вовремя ребенок ушел с одного инструмента на другой. Это очень важно. Почему у меня коварный план со своей дочерью? А музыку они тут какую играют? Я выбегаю оттуда из кабинета, но все равно одно дело флейта и рок-группа, да. Я выбегаю сюда и постоянно, что такое интересное? Тут весело. Выгоняют директора из своей... Они меня терпят. А многие здесь даже не знают, что я директор. Они думают, какая-то девочка тут ходит с татуировкой. Вот я для вас надела пиджак. Это какая-то правда. Что-нибудь, чтобы я мог просто вот так тут делать. Веня! Идем! Веня! Вот так делаешь, таинство. О, давай! Юлия, мы находимся в твоем кабинете и я вижу достаточно много сертификатов, дипломов, статей и наград. Расскажи, пожалуйста, о достижениях твоих подопечных. И так. Это долгая история. Ладно, сейчас начнем. Хочу потом подумать, что мы вообще хвастаемся. Сейчас расскажу немножко про награды, которые вы видели в холле. Это начинала их вывешивать я, это мои ученики, в частности вот наш Алим, моя дочь, те, кто достаточно активно занимаются конкурсами и фестивалями. Но вот буквально полгода назад наши ученики других преподавателей уже подросли, потому что я все-таки уже с более старшими занимаюсь. И тут у нас малютки начали занимать места. И вот у меня там в шкафу уже стопочка просто отпечатанных дипломов, первые, вторые места. И уже я вижу, что даже не хватает места, нужно куда-то будет еще вывешивать, может быть, не знаю, уже на улице или у входа, или еще куда-то. Но я хочу сказать, что вот мы как-то с Алимом и с моей дочерью, еще с несколькими учениками показали пример, вывесили это все сейчас на всеобщее обозрение. Дети начали активно очень записываться на конкурсы. Это здорово, потому что конкурс позволяет, во-первых, дисциплинироваться, да, немножко сравнить себя с другими, понять, где ты, куда еще расти, и приносит очень хороший результат. Я вижу, у тебя есть какие-то даже международные награды. Они практически все. Китай, Мальта, есть американские, несколько конкурсов, естественно, украинские и российские конкурсы. Это про нас писали в газете Vista Allegri. Это мои диски, это я на карантине, спасибо карантину. А, то есть ты выпустила? Я закончила запись, я дома писалась, потом мы это делали, дизайн, фотографии, здесь фотографии наших педагогов. Я люблю такие штуки, всякие делать, потому что это меня расслабляет. То есть там буклет еще, да? Да, я сижу дома, допустим, в свободные вечера. Это диск наших учеников, здесь книжка наших достижений по школе. И, собственно, компания Allegri нам помогает и дарит подарки каждому ребенку. Вот вчера буквально мы обсуждали с Яном, вопрос того, что подарим, когда, как. Также еще и другие нам помогают, естественно, спонсоры. Это мне подарили такую гитару, мы ее не пьем. Концерт обязательно, у нас есть три основных концерта в год. Это вот, если там на фотографии все, что в Паласию Даламусика на желтом фоне, это обязательные концерты, я уже говорила, они длятся 8 часов, в прошлый раз 8 с половиной. И шоу-программа, то есть новогодняя рок-программа, поп-программа, чтобы дети вышли, сыграли полтора часа, понравится публике, получить немножко другой опыт большой сцены, не академической, а где дым, свет. Тоже мы на ВОЗ КИДС ездили, нас выбирали. А, то есть участвуют в отборочных клубах? Да, и уже мы там с Найарой, с девочкой, которая занимается кастингом, она время-премени… Это как «Голос дети» называется? «Голос дети», мы ездили в Мадрид, ездили в Валенсию. Сейчас уже есть несколько проектов, похожих на «Голос», видимо, так как мы есть в базе данных, мне постоянно звонят там, допустим, «Ребят, у вас есть кто-то». И самое главное, что родители, то есть ты же понимаешь, что все очень зависит от того, что в семье, какие ценности. Да, мы с ним готовим программу, но это про муж, их делает мама, и это здорово. У нас очень много родителей, конечно, решают. Если родители тоже на одной волне, то и результат, естественно, классный. Вот. Скажи, пожалуйста, это правда, что во всех абсолютно испанских школах обязательным предметом является флейта, игра на флейте? То есть дети играют на флейтах в обязательном порядке? Или флейта, или ксилофон. И в каких-то школах бывает фортепиано, чаще всего это флейта. Флаута дульфа называется, это сладкая флейта. Сладкая флейта почему-то. У нас тут называется блок флейта в России. Ага. И да. На второй год можно остаться за флейтой? Можно. Если у них, в принципе, если два предмета или три не сдал, то флейта может быть вот этим зернышком предмета, который не сдан. И да, не за флейтой, а именно за то, что в совокупности не сдашь какой-то предмет. Я считаю, что инструмент, кстати, неплохой, потому что в целом, ты контролируешь дыхание, подача звука, вот это амбушюр, и координация пальцев. То есть полезно для... Да. Я, в принципе, считаю, что это, знаешь, как евреи говорят, я из еврейской семьи. Скрипочка – это ремесло, а фортепиано – это образование. И как бы я выбрала бы для мозгов инструмент фортепиано, но в рамках общеобразовательной школы нереально выйти на такой широкий уровень, чтобы фортепиано было именно сложно с составным инструментом. Поэтому в этом случае флейта идеально подходит. Она проста по аппликаторе, но затрагивает очень много спекторов, которые нужно координировать в себе. То есть ты поддерживаешь. Тебе нравится, что в французских школах есть флейта. Да, хотя я флейту, вот эту блокфлейту не сильно люблю. Я не фанат этого инструмента. Ну, ты считаешь, что для детей классно? Ну, это очень развивает. Отлично. Да. А вот скажи, пожалуйста, ты жила в нескольких регионах Испании. Очень много путешествовала, очень много работала, выступала в Мадриде, в Санкт-Петербурге, на Канарских островах. Почему ты остановилась на Теревьехе для жизни и для работы? Мне начала нравиться Теревьеха после того, как я пожила на Канарских островах. Пожила в Мадриде, пожила уже в разных городах. Я поняла вот это вот инканто, вот это вот очарование Теревьехи в том, что, да, когда ты приезжаешь сюда молодой амбициозный, тебе хочется движухи, постоянной культуры, уровня. Ты начинаешь немножко осуждать городом, ну что это они тут играют так, тут не умеют или еще что-то. Когда становишься немножко поставше, понимаешь, что качество жизни, оно не только в том же самом заработке или в уровне твоем музыкальном или других людей. Есть еще другое качество жизни, которое меня Испания научила тоже ценить. И я для себя приняла решение, что я предпочитаю качество жизни, какое-то спокойствие и вот эти виды, которые есть у нас. И, ну, пытаться здесь сделать максимально то, чего я в своей жизни хочу. Создать это себе, не искать, а делать, создавать и развивать это здесь. Хочешь культуру, начни ее развивать, блин, эту культуру. И все у тебя здесь будет хорошо. То есть не нужно искать, а нужно можно подавать. Конечно, я никогда здесь не искала работу, я ее себе создавала, я ее сама как-то придумывала. И потом она вот, она, собственно, у меня поэтому и была. Всегда были какие-то мысли, что нужно попробовать еще где-то. Вот я попробовала открыть музыкальную школу в Эликанте, два года назад я ее закрыла. Там все равно все сложнее, сложнее административно, сложнее что-то даже как иностранцу пробить там, что-то открыть, где-то попросить. Теревеха в этом плане, город очень благодарный для туристов, они открыты. То есть ты придешь здесь в театр, и они тебя выслушают, они тебя даже примут. Всем говорю, и моей дочери, и всем, что для высшего образования нужно куда-то уехать. Если вы хотите приехать сюда жить, это другое. Если вы хотите выбрать этот город как трамплин, допустим, к будущему, к будущему развитию музыкальному, это идеальный город. Потому что, мне кажется, только здесь можно несколько лет прожить, узнать все и еще не говорить даже по-испански. А что бы ты могла пожелать людям, которые, может быть, как-то сомневаются или думают, что они не смогут здесь связать свою жизнь с музыкой? Во-первых, я не люблю говорить, что что-то невозможно. Моя история, опять же, доказывает, что можно, вопреки всему вообще, не зная испанского, не имея документов, работать по профессии. И почему я должна говорить, что это невозможно другому человеку, у него вообще может быть другая история, еще круче, чем у меня. Интересно про то, как ты работала в конгрессе депутатов или где это было, где были депутаты, какие-то серьезные собрания при оркестре. То есть, они какие-то, какой-то, у них была ложа какая-то там, депутатская. А, нет-нет-нет, это другой. Я много лет была солисткой, флаута солиста называется. Ну, я была одна флейтистка и вторая флейта это пиколка была. Да, так как оркестр спонсировался только государством, именно мэрией города Эльчи, то мы играли на всех политических. То есть, это какие-то очень шикарные дворцы, можно сказать, да? Это театры. Это театры, в котором проходили конгрессы. У нас или политические, или религиозные мероприятия. Игра в оркестре подразумевает постоянную форму. То есть, я сейчас, когда ухожу в преподавание, я же не могу потратить 3-4 часа в день на репетицию. То есть, это важно. Нужно 55 мышц держать разогретыми в томосе, держать это все. Естественно, когда много, долго не играть. Ну, как спортсмены, господи, то же самое. Это как постоянные тренировки. Чемпионаты, ты не знаешь, что ты чемпион всю жизнь. Действительно. Иди в игре второй. Вот смотришь на тебя и вдохновляешься. Да? Так давайте все в музыку. Очень, очень хочется что-нибудь такое. Ансамбль свистопляской уже сегодня был сформирован официально. Да, выступаем где-нибудь, где можно на улице. Еще раз. Давай, давай. Хорошо. Только медленно. Pam. 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 Пам. Все. Ну что ж, друзья, вот таким получилось наше видеознакомство с музыкальной школой Юлии Боня на побережье Коста-Бланка. Спасибо тебе большое, Юля, за интересный рассказ. Занимайтесь музыкой и, как говорит Юля... Музыке все возрасты покорны, никогда не поздно начать. Точно. Субтитры сделал DimaTorzok